Здравствуйте, товарищи слушатели! Здравствуйте, товарищи слушатели! При этом он высказал такую мысль, что чем заменит эту государственную машину пролетариат, об этом поучительнейший материал дала Парижская коммуна. Вот одна из таких мыслей там была. И поэтому именно в этой следующей главе, которую мы сегодня хотим предложить вашему вниманию, в главе 3, Владимир Ильич назвал эту главу так. «Государство и революция. Опыт Парижской коммуны 1871 года. Анализ Маркса». То есть он ту мысль, которую высказал в предыдущей главе, воплотил именно в этой главе. Ну и первый параграф этой главы Владимир Ильич назвал так. «В чем героизм попытки коммунаров?» И говорит, Маркс с величайшим восторгом приветствовал пролетарскую революцию, несмотря на плохие предзнаменования. Маркс, однако, не только восторгался героизмом «штурмовавших небо» Эти слова он взял в кавычки «штурмовавших небо» по его выражению коммунаров В массовом революционном движении, хотя оно и не достигло цели, он видел громадные важности исторический опыт Известный шаг вперед всемирной пролетарской революции – практический шаг, более важный, чем сотни программ и рассуждений Анализировать этот опыт, извлечь из него уроки тактики, пересмотреть на основании его свою теорию Вот как поставил свою задачу Маркс, говорит Владимир Ильич И далее он приводит небольшую цитату Маркса, в которой Маркс сказал Коммуна доказала, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной И пустить ее в ход для своих собственных целей И анализирует эту цитату таким образом Он говорит, что мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен разбить, сломать готовую государственную машину А не ограничиваться простым захватом ее В этих словах сломать бюрократически военную государственную машину, говорит Владимир Ильич Заключается кратко выраженный главный урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата в революции по отношению к государству Особенного внимания заслуживает чрезвычайно глубокое замечание Маркса Что разрушение бюрократически военной государственной машины является предварительным условием всякой действительно народной революции Это понятие народной революции кажется странным в устах Маркса, говорит Владимир Ильич И разъясняет это понятие таким образом, что в Европе 1871 года, то есть на момент Парижской коммуны На континенте ни в одной стране пролетариат не составлял большинства народа Народная революция, втягивающая в движение действительное большинство, могла быть таковой, лишь охватывая и пролетариат, и крестьянство Оба класса и составляли тогда народ Оба класса объединены тем, что бюрократически военная государственная машина гнетет, давит, эксплуатирует их Разбить эту машину, сломать ее, таков действительный интерес народа, большинства его рабочих и большинства крестьян Таково предварительное условие свободного союза беднейших крестьян с пролетариями А без такого союза непрочная демократия и невозможно социалистическое преобразование То есть на момент Парижской коммуны, говорит Владимир Ильич, очень важен был союз пролетариата и крестьянства Для того, чтобы произвести социалистическую революцию И его вывод о таком союзе был справедлив, как мы знаем из истории, и на момент революции Октябрьской 1917 года То есть без союза с крестьянством пролетариат вряд ли бы победил в Октябрьской революции и установил социализм Ну и дальше Владимир Ильич говорит К такому союзу, как известно, и пробивала себе дорогу Парижская коммуна, не достигшая цели в силу ряда причин внутреннего и внешнего характера Он здесь не анализирует, но мы из истории знаем, что буржуазия французская договорилась с буржуазией германской И оккупанты, которые оккупировали тогда, вплотную стояли к Парижу Они не дали соединиться рабочему классу Парижа с народными массами государства Это я так сделал небольшое отступление И далее в заключении этого параграфа Владимир Ильич говорит, что следовательно, говоря о действительно народной революции Маркс, нисколько не забывая особенностей мелкой буржуазии, о них он говорил много и часто Строжайше учитывал фактическое соотношение классов Он констатировал, что разбитие государственной машины требуется интересами и рабочих, и крестьян Объединяет их, ставит перед ними общую задачу устранения паразита и замены его чем-либо новым Вот такой мыслью и вопросом, а чем же именно, заканчивает первый параграф Владимир Ильич И на этот вопрос, чем же именно заменить государственную буржуазную машину Владимир Ильич отвечает во втором параграфе, который он так и назвал Чем заменить разбитую государственную машину На этот вопрос, говорит Ленин В 1847 году в коммунистическом манифесте Маркс сдавал ответ еще совершенно абстрактный Вернее указывающий задачи, но не способы их разрешения Заменить организации пролетариатов господствующий класс Завоеванием демократии Таков был ответ коммунистического манифеста Опыт коммуны, как бы он ни был мал, Маркс подвергает в гражданской войне во Франции Такая работа есть у Маркса, гражданская война во Франции Самому внимательному анализу И Владимир Ильич приводит цитату, назвал ее важнейшей цитатой из этого сочинения Маркс говорит в этой работе Прямой противоположностью империи была коммуна Она была определенной формой такой республики Которая должна была устранить не только монархическую форму классового господства Но и само классовое господство То есть коммуна ставила задачу устранить классовое господство Так можно понимать эту цитату Маркса И далее продолжает анализ Владимир Ильич Он говорит, что здесь наблюдается как раз один из случаев превращения количества в качество Демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью С какой это вообще мыслимо Превращается из буржуазной демократии в пролетарскую Из государства в нечто такое, что уже не есть собственное государство И далее, говорит Ленин, подавлять буржуазию и ее сопротивление необходимо Для коммуны это было особенно необходимо И одна из причин ее поражения состоит в том, что она недостаточно решительно это делала Но подавляющим органом является здесь уже большинство населения А не меньшинство, как бывало всегда И при рабстве, и при крепостничестве, и при наемном рабстве То есть при капитализме, говорит Владимир Ильич А раз большинство народа само подавляет своих угнетателей То особой силы для подавления уже не нужно В этом смысле государство начинает отмирать Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства Привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии Само большинство может непосредственно выполнять это А чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти Тем меньше становится надобности в этой власти, говорит Владимир Ильич Далее продолжает Ленин Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц Сведение их жалования к обычной заработной плате рабочего Эти простые и само собой понятные демократические мероприятия Объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян Служат в то же время мостиком ведущим от капитализма к социализму То есть выборность и сменяемость Это мостик к социализму, говорит Владимир Ильич И заключает свой второй параграф такой мыслью Осуществить это может только пролетариат И осуществляя это, он делает вместе с тем шаг К социалистическому переустройству государства Вот что касается второго параграфа Третий параграф Владимир Ильич назвал так Уничтожение парламентаризма И начинает этот параграф он опять же с цитаты Маркса Комуна, писал Маркс, должна была быть не парламентарной, а работающей корпорацией В одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть лет Решать, какой член господствующего класса Должен представлять и подавлять народ в парламенте Вместо этого всеобщее избирательное право Должно было служить народу, организованному в коммуны Вот такую цитату приводит Владимир Ильич И далее анализирует то, что сказал Маркс Он говорит Раз в несколько лет решать Какой член господствующего класса будет подавлять Раздавлять народ в парламенте Вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма Не только в парламентарно-конституционных монархиях Но и в самых демократических республиках Но если ставить вопрос о государстве Если рассматривать парламентаризм Как одно из учреждений государства С точки зрения задач пролетариата в этой области То где же выход из парламентаризма? Как же можно обойтись без него? Спрашивает Владимир Ильич Ну и дальше продолжает Выход из парламентаризма Конечно не в уничтожении представительных учреждений и выборности А в превращении представительных учреждений Изговорилин в работающие учреждения Кому должна была быть не парламентским учреждением А работающим в одно и то же время законодательствующим И исполняющим законы То есть вместо парламентаризма Выборные органы Которые издают законы И сами же их воплощают в жизнь Сами исполняют Так такой вывод из мысли Маркса Делает Владимир Ильич Ну вы знаете из истории советской власти Так и действовала советская власть Сама издавала законы И сама их выполняла Далее говорит Владимир Ильич Продажный и прогнивший парламентаризм Буржуазного общества Комуна заменяет учреждениями В коих свобода суждения и обсуждения Не вырождается в обман Ибо парламентарии должны сами работать Сами исполнять свои законы Сами проверять то, что получается в жизни Сами отвечать непосредственно перед своими избирателями Представительные учреждения остаются Но парламентаризма как особые системы Как разделение труда законодательного и исполнительного Как привилегированного положения для депутатов Здесь нет Без представительных учреждений Мы не можем себе представить демократии Даже и пролетарской демократии Но без парламентаризма Можем и должны Говорит Ленин Далее Об уничтожении чиновничества сразу Повсюду до конца не может быть речи Продолжает он Это утопия Но разбить сразу старую чиновничью машину И тотчас же начать строить новую Позволяющую постепенно сводить на нет Всякое чиновничество Это не утопия Это опыт коммуны Это прямая очередная задача Революционного пролетариата Мы не утописты, говорит Ленин Мы не мечтаем о том Как бы сразу обойтись без всякого управления Без всякого подчинения Эти анархистские мечты Основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата В корне чужды марксизму И на деле служат лишь оттягиванию Социалистической революции До тех пор, пока люди будут иными Нет Мы хотим социалистической революции С такими людьми Как теперь, которые без подчинения Без контроля Без надсмотрщиков и бухгалтеров Не обойдутся Но подчиняться надо Авангарду всех эксплуатируемых И трудящихся Пролетариату Говорит Владимир Ильич Далее Свергнуть капиталистов Разбить железной рукой Вооруженных рабочих Сопротивление этих эксплуататоров Сломать бюрократическую машину Современного государства И перед нами Освобожденный от паразита Высокотехнически оборудованный механизм Который вполне могут пустить в ход Сами объединенные рабочие Нанимая техников Надсмотрщиков Бухгалтеров Оплачивая работу всех их Как и всех вообще Государственных чиновников Заработной платы рабочего То есть чиновников Которым нанимать Пролетариат будет И управленцев Ставить под контроль Государство И оплачивать их заработной Платой рабочего Говорит Владимир Ильич На этом Заканчивается этот параграф И следующий параграф Который Владимир Ильич Назвал Уничтожение паразита Государства И здесь он Говорит следующее Уничтожение государственной власти Которая была Паразитическим наростом Отсечения ее Разрушения ее Государственная власть Делается теперь излишней Вот в каких выражениях Говорил Маркс о государстве Оценивая и анализируя Опыт коммуны Маркс вывел Из всей истории Социализма И политической борьбы Что государство Должно будет исчезнуть Что переходной формой Его исчезновения То есть переходом От государства К негосударству Будет организованный И господствующий Класс Пролетариат Но открывать Политические формы Этого будущего Маркс не брался И когда массовое Революционное движение Пролетариата Разразилось Маркс Несмотря на неудачу Этого движения Несмотря на его Кратковременность И бьющая в глаза Слабость Стал изучать Какие формы Открыло оно И В заключение Этого параграфа И в общем-то Всей главы в целом Владимир Ильич Дает следующий Анализ Что коммуна Открытая Наконец Пролетарской Революции Форма При которой Может произойти Экономическое Освобождение Труда Коммуна Первая попытка Пролетарской Революции Разбить Буржуазную Государственную Машину И открытая Наконец Политическая Форма Которую Можно И Должна Заменить Разбитая Вот На этом Заканчивается Третья глава Работы На этом Я хотел бы И закончить Занятие Пожалуйста Какие Требуются Уточнения Какие Возникли Вопросы В процессе Ознакомления С третьей главой Самый главный вопрос Работа Написана В семнадцатом Году Получается Перед Октябрьской Революцией В августе Сентябре Шалаше Он ее Можно сказать Писал Ну Это Собственно Все Теория А на практике Буквально Через Несколько Месяцев Была Октябрьская Революция И На практике Был ли План Как На практике Разрушали Машину Как Экономитаризм Заменили Дело В том Что Получилось Дело В том Что В этой Работе Конечно Об этом Ничего Нет Потому Что Она Была Написана До Октябрьской Революции Но На практике Именно Так И Получилось Так И Получилось Что Была Полностью Разрушена Так Государственная Машина И Была Создана Новая Советская Власть Была Вместо План Метаризма Была Организована Диктатура Пронитаря В форме Советской Власти Вы же Сами Сказали Депутаты Которых Не просто Избирали Но Которые Еще И добивались Тех Законодательных Актов Которые Не Выпускали Еще И И И Сами Контролировали Ну Правильно Советская Власть Так И Существовала Рассказали Про Советы Так Их Еще Нет Советы Заменили Но Мы Можем Об этом Поговорить Не В рамках Этой Работы В этой Работе Анализа И Мы Даже Не Дошли Еще До Советов И Владимир Планировал Продолжить Продолжить Анализ И Он Даже Планировал Значит Проанализировать Опыт Революции 905 Года Когда Та Уже Шла Под руководством Советов И Опыт Революции 17 Года Февральской Революции 17 Года Но Пока Как Только К Этого Вопросу Подошел Возникла Необходимость Провести Октябрьскую Революцию Фактически И Он Просто Не Успел Изложить Опыт Эти Формы Такой Формы Как Что Создавала Советская Власть И Как Она Фактически Воплощала В жизнь То Что Она Создавала И Как Она Выполняла Те Законы Которые Она Создавала Просто Он Не Успел Он Планировал Это Сделать Он Даже Оговарился В конце Но Мы Подойдем К Этому Он Даже Оговорился В конце Работы Когда Я Опубликовал Уже После Октябрьской Революции Он Об Этому Оговорил Что Было Я Могу Даже Сейчас Зачитать Сейчас Там Одна Фраза Всего Сейчас Я Найду Вот Он Написал В послезловии К Изданию К первому Настоящая Брошюра Написана В августе Сентябре Семнадцатого Года Мною Уже Был Составлен План Следующей Главы Опыт Русской Революции Девятьсот Пятого Семнадцатого Годов Но Кроме Заглавия Я Не успел Написать Из этой Главы Ни строчки Помешал Политический Кризис Канун Октябрьской Революции Семнадцатого Года Такой Помехе Можно Только Радоваться Но Второй Выпуск Брошюры Посвященный Опыту Русских Революции Девятьсот Пятого И девятьсот Семнадцатого Годов Пожалуй Придется Отложить Надолго Приятнее И полезнее Опыт Революции Проделывать Чем О нем Писать Вот он Что написал В послесловии К первому Изданию Этой Работы То есть Уже Проделывали Опыт Не анализировали А проделывали Как говорит Владимир Ильич Вот что я могу Ответить на это Хорошо Ну а кроме Парламента Какие еще Инструменты Аппарата Подавления Были разрушены Советские Призамене На другие Чиновничество Которое Значит Подчинялось Интересам Буржуазии Прежде всего И помещиков Конечно Потому что Класс помещиков Не был ликвидирован Значит Начальство Армии Начальство Армии Жандармерии И так далее То есть Целый ряд Институтов Буржуазных С помощью которых Буржуазия Подавляла Трудящихся Были разрушены И созданы Новые Аппараты Власти Которые Наоборот Отвечали Коренным Интересам Пролетариата И интересам Крестьянства Вот И Которые Подавляли Буржуазию Теперь уже Подавляли Эксплуататоров Вот так Редактор субтитров